Продолжение следует... 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 И, тем не менее, понятно, что всё время шёл поиск альтернативных методов, которые бы могли преодолеть те проблемы гормональной терапии, о которых мы тоже хорошо знали. И в 2004 году появилось первое исследование, ТАКС-327, которое продемонстрировало эффективность химиотерапии непосредственно препарата децитокселу у пациентов с рефрактерным раком предстательной железы. И, по сути, с этого времени, с 2004 года, началась некая конкуренция, что же всё-таки более эффективно у больных с данным заболеванием. И вот эта борьба за место в лечении ракопредстательной железы между гормональной терапией и токсанами, наверное, знаменовала особенно эти 20 лет нового столетия. Понятно, что первые эффекты, полученные у пациентов кастрационным рефрактерным раком предстательной железы, позволили исследовать эффективность токсанов у пациентов с гормонально-чувствительным раком предстательной железы. Это, конечно, на мой взгляд, нас очень впечатлило, потому что то увеличение общей выживаемости, которое продемонстрировало присоединение децитоксел к стандартной гормональной терапии, оно действительно не могло нас не впечатлить. Действительно достоверные различия как безрецидивной, так и в общей выживаемости у группы так называемого высокообъёмного опухолевого процесса. А его определение, я уже сказал, это пациенты либо с наличием хотя бы одного висцерального метастаза, или с наличием более четырёх костных метастазов, один вне осевого скелета. Понятно, ещё раз говорю, что если это сказать врачу, наверное, прошлого столетия, это будет воспринято с такой вот иронией, но тем не менее на сегодня ситуация изменилась, и это действительно те больные, которые имеют более агрессивную клинику развития этого заболевания. Итак, благодаря этому исследованию СтамПИД пациенты получили возможность более эффективного лечения гормоночувствительного рака предстательной железы за счёт введения дополнительной опции химиотерапии на первых этапах лечения. И на самом деле это на сегодня, наверное, самый используемый вариант начала терапии метастатического рака предстательной железы у этой категории пациентов. Ну и вот те исследования, которые, ещё раз повторю, это позволили сделать, и чарты СтамПИД продемонстрировали хорошую эффективность. Конечно, гормональная терапия не отставала, и новые препараты, которые появлялись на нашем рынке, они продемонстрировали также свою эффективность у пациентов этой категории. И, конечно, вот эти наши воспоминания, в том числе, комбинированные о максимальной андрогенной блокаде, о гормональной терапии второй линии, конечно, давали такую надежду, и было огромное желание всё-таки перевести в первую линию дополнительно новые препараты гормонального вектора. И первым, конечно, продемонстрировал эффект абиратерон, который в исследовании латитюд продемонстрировал свою эффективность у пациентов также с высокообъёмным опухолевым процессом. И при этом в этом исследовании не было пациентов, которые получали децитоксел, и применение абиратерона у этих больных, ещё раз повторюсь, с плохим прогнозом, здесь критерии были взяты несколько другие, это ГЛИССН-8, это наличие висцеральных метастазов, и при наличии двух негативных факторов прогноза эти пациенты включались в группу плохого прогноза, и у них как раз по добавлению абиратерона стандартной гормональной терапии продемонстрировали эффект. Если посмотреть следующее исследование, это и Титан, и Арчишин, и Энзолотомид, которые ввели эти препараты в первую линию, аполутомид, энзолотомид, здесь, на мой взгляд, есть определённые нюансы, в том числе в дизайне исследования. Во всех этих исследованиях ряд пациентов получали в первой линии децитоксел, в частности, в исследовании Титан 10%, в исследовании Арчишин – 17%, при этом в исследовании Арчишин при оценке эффекта энзолотомида не было продемонстрировано улучшения общей выживаемости, однако в исследовании Титан продемонстрировали эффект как в группе низкообъёмного, так и в группе высокообъёмного опухолевого процесса. И при этом в исследовании Титан было продемонстрировано, в исследовании Нзамет было продемонстрировано, что энзолотомид оказывал эффект как в одной, так и в другой группе, причём независимо от применения или отсутствие доцитоксела, тем не менее, наверное, все-таки вот это значимый факт, что в этих исследованиях во всех определенная категория пациентов получала доцитоксел, а в исследовании в инзотомед 42% больных имели в первой линии терапию доцитоксела. Еще один очень важный, на самом деле, на мой взгляд, факт, который мы, конечно, достаточно редко обсуждаем на нашей профессиональной платформе, но, тем не менее, фармакоэкономика все более активно и активно внедряется в нашу жизнь, и здесь приведена та стоимость, причем эта стоимость с учетом в том числе и проявления токсичности данных препаратов в первой линии, и мы видим, насколько все-таки терапия доцитокселом экономически более целесообразна. Наверное, все-таки это тоже немаловажный факт, который, во-первых, и достаточно активно влияет на повседневную нашу практику, хотя мы порой скромничаем и не всегда об этом говорим. Ну и действительно, он, на мой взгляд, достаточно важен в учете, в том числе и выбора того лечения, которое мы выбираем у пациента. Конечно, мы понимаем, что основные эффекты мы можем получить от применения доцитоксела у пациентов с гормоночувствительным раком пристательной железы в первой линии при наличии высокообъемного опухолевого процесса, но, тем не менее, на сегодня есть и ретроспективные субанализы, где показано, что у пациентов с низкообъемным процессом также доцитоксел может демонстрировать свои преимущества, в том числе и улучшая качество жизни этих больных. И понятно, что идет поиск определенных предиктивных молекул, которые бы могли, или молекулярных изменений, которые бы могли нам стратифицировать пациентов и показать ту группу больных, у кого данная терапия будет более эффективной. Вот один из постеров прошлого года, где нарушение генотипа в этой области продемонстрировало возможность разделить пациентов низкообъемного опухолевого процесса на тех, кто действительно продемонстрирует улучшение выживаемости от применения доцитоксела, и тех, у кого результаты будут значительно хуже. Поэтому, конечно, эта работа ведется, и мы видим, насколько много сейчас работ посвящено именно поиску каких-то предиктивных маркеров, которые бы нам помогли стратифицировать больных на ту или иную линию терапии. Конечно, RV7 уже достаточно хорошо, с одной стороны, изученный сплайс-вариант развития андрогенного рецептора, начиная с работы антоноракиса в 2014 году. Но на сегодня все равно данные остаются несколько противоречивыми, и, конечно, однозначно мы понимаем, что наличие подобного сплайс-варианта развития формы андроген-рецептора является прежде всего негативным фактором прогноза течения самого заболевания. Конечно, при этом мы учитываем, что у пациентов, у кого подобный сплайс-вариант экспрессируется, мы не вправе ожидать эффекта от продолжения гормональной терапии. Но также на сегодня показано, что и у пациентов, получающих химиотерапию, с одной стороны, показатели как безрецидивной, так и общей выживаемости, они не различаются, но, тем не менее, все-таки результаты лечения больных, у кого есть подобный сплайс-вариант андроген-рецептора, будут хуже и при проведении химиотерапии по сравнению с тем, у кого подобного варианта нет. Поэтому на сегодня пока в клиническую такую повседневную практику, как рутинный маркер, данный вариант не введен. Поэтому, наверное, у нас есть сегодня равнозначные возможности назначения и применения как доцитоксела, так и абиротерона, и так и аполутамиды у пациентов с гормоночувствительным метастатическим раком предстательной железы. На мой взгляд, конечно, у тех больных, у кого мы диагностируем высокообъемный опухолевый процесс или пациентов с плохим прогнозом. И, наверное, равнозначный выбор для данной категории пациентов той или другой опции. Но, наверное, самое главное – это то, что действительно сегодня эти больные не должны ограничиваться получением только стандартной кастрационной терапии. Мы обязательно должны проводить комбинированное лечение, которое обеспечивает высокий эффект непосредственно в первой линии терапии, увеличивая в том числе и общую выживаемость этих больных. При этом, конечно, мы хорошо знаем те исследования, которые были посвящены кастрационно-рефрактерному раку предстательной железы, которые также позволили использовать всю эту группу препаратов у больных на этой стадии заболевания и продемонстрировавшие улучшение прежде всего общей выживаемости у этих категорий больных. И, конечно, у нас был поиск тех критериев, по которым мы определяли то или иное лечение для каждого конкретного пациента. И на сегодня, наверное, вот этот фактор остался актуальным. Это время до развития кастрационной рефрактерности у больных на фоне гормональной терапии. Пороговым значением продемонстрировано 12 месяцев. И мы видим, что у больных, которые... Кастрационная рефрактерность развивалась быстро, целесообразность дальнейшего продолжения эксплуатации андрогеносигнального пути, наверное, нецелесообразна. И также важно, что для выбора дальнейшего терапии было то, что существует определенная перекрестная резистентность у гормональных препаратов и целесообразности их чередовать, как таковой, на сегодняшний день нет. При этом, независимо от эффекта гормональной предшествующей терапии, терапия кабазитокселом была практически равноэффективна у этих категорий больных. Еще очень важный момент, что кабазитоксел уже изначально создавался как препарат для преодоления резистентности к децитокселу. И даже у пациентов, у кого имелась первичная резистентность к децитокселу, в частности, под групповым анализом исследования Тропик, мы видим преимущество назначения кабазитоксела. Ну и также в этой работе продемонстрировано преимущество терапии кабазитокселом по сравнению с абиротероном или энзилутамидом у пациентов с первичной резистентностью к децитокселу. Ну и, конечно, на мой взгляд, вот эту особенность, наличие перекрестной резистентности гормональным препаратом, окончательно продемонстрировано исследование КАРТ, где пациенты уже изначально получали как минимум одну из линий либо абиротероном или энзилутамидом до или после децитоксела и рандомизировались на пациентов, продолжающие получать один из гормональных препаратов абиротероном или энзилутамид, или пациентов, которые получали кабазитоксел. И в соответствующий дизайн исследования группы были практически сравнимы по основным критериям, в том числе и по частоте выявления висцеральных метастазов. Группы больных были похожи. И по приему абиротерона энзилутамида, а также применение этих препаратов до или после децитоксела пациенты практически разделились поровну в обеих группах. Также было продемонстрировано преимущество как без радиологических признаков прогрессирования, как первичная точка. Мы видим достоверные различия в пользу кабазитоксела. И также под групповым анализом мы также видим, что преимущества были практически во всех группах в пользу кабазитоксела. Это и время предшествующей терапии соответствующим препаратам, либо энзилутамидом, либо абиротероном. Это и применение этих препаратов до или после децитоксела не влияло на эффективность кабазитоксела. И также кабазитоксел продемонстрировал свою эффективность и по уровню общей выживаемости в сравнении с последующим назначением препаратов абиротерон или энзилутамид. Таким образом, это исследование продемонстрировало, на мой взгляд, действительно нецелесообразность чередования последующих линий гормональной терапии, а необходимость более раннего назначения химиотерапии у пациентов с развившейся кастрационной рефрактерностью. Также были продемонстрированы эффекты по ответу по ПСА, по объективному ответу опухоли и по купированию болевого синдрома, достоверные и значимые преимущества в пользу кабазитоксела, в том числе и по времени до развития костных событий, переломов и также проявлений компрессии. При этом мы видим, что безопасность к назначению как кабазитоксела, так и абиротерон или энзилутамида была сравнима, число любых нежелательных явлений практически было одинаково и также было сравнимо число нежелательных явлений в третьей и высшей степени. При этом очень важно, что на самом деле та токсичность, которая характерна, гематологическая токсичность, характерна для кабазитоксела и развития тяжелых нейтропений в высшей третьей степени была еще и фактором позитивного прогноза. Эти пациенты имели предпочтительные онкологические результаты, при том, что действительно программа широкого доступа продемонстрировала, что если мы проводим хорошую профилактику колонистимулирующими факторами, то число серьезных осложнений гематологических, оно значительно снижается и позволяет преодолеть токсичность третьей степени, продолжив проведение терапии кабазитокселом. А у этих пациентов с развившимся серьезной гематологической токсичностью эффекты могут быть онкологически лучше, чем у тех, кто не проявляет подобной токсичности. Поэтому на сегодняшний день все-таки, наверное, стоит заключить, что, конечно, до сих пор место химиотерапии, химиотерапии токсанами остается. Действительно, наверное, это все-таки еще одна легенда в лечении рака предстательной железы. И на сегодня как в области гормоночувствительного заболевания, так и в области кастрационной рефрактерности у нас есть, как минимум две последовательные линии химиотерапии, которые не являются какой-то альтернативной или противопоставлением гормональной терапии. А грамотное чередование подобных этих двух опций на сегодняшний день дает возможность добиться лучших онкологических результатов у этих больных. Спасибо за внимание.